Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем обо всем, что произошло важного и интересного за этот день. Вот основные темы выпуска. В Вольск к мобилизованному ехала первая партия посылок, чтобы было светлее в городе обрезать деревья, мистическая и опасная улица 4-й пятилетки и медведь из Сухостоя. Теперь подробнее. Сегодня из Кирова состоялась отправка первой партии посылок в город Вольск. Там в учебной части Саратовской области сейчас находятся мобилизованные из нашего региона. Посылок было так много, что загружать фуры волонтеры начали с раннего утра. Вещи для кировчан собирали на протяжении недели. В посылках в основном сладости, носки, предметы гигиены, походные коврики, перчатки. Кто-то к посылке приложил письмо. Каждая дойдет до конкретного человека. Школьники специально для кировских резервистов приготовили рисунки и попросили обязательно их передать в учебную часть. Три большегруза прибудут в Вольск уже завтра. Семьи мобилизованных кировчан, которые остались ждать их дома, получат дополнительную поддержку. Накануне отправки посылок губернатор области подписал указ. Питание в школе для детей и служащих будет бесплатным, как и оплата детского сада. Все члены семьи имеют право обслуживаться в больницах и МФЦ вне очереди. Места в школах и детских садах дети мобилизованных кировчан будут получать в первую очередь. Льготы коснутся и оплаты проезда в общественном транспорте. Также за каждой семьей будет закреплен куратор. К нему семьи могут обращаться по всем вопросам. Все меры поддержки будут действовать до окончания срока контракта с мобилизованным. В администрации решили обрезать деревья, чтобы добавить света на городские улицы. По мнению мэрии, причина тьмы кроется в разросшихся деревьях. Сейчас бригада УДПИ занимается обрезкой веток, которые не пропускают свет. Напомним, что жалобы на темные улицы поступают уже больше месяца. Аварии с пешеходами в темное время суток бьют все антирекорды. Некоторые улицы освещены тусклыми фонарями, расположенными только с одной стороны. То есть там ветки совсем ни при чем. А на некоторых улицах источники света и вовсе просто давно перегорели. Больше всего освещением недовольны жильцы улицы Пролетарской, Держинского, Кольцова, Розы, Люксембург и Молодой Гвардии. А вот причину темноты в подземных переходах города на деревья списывать не стали. Там просто начали менять старые тусклые лампы на новые, более яркие. На обновление освещения во всех подземных переходах выделили больше миллиона рублей. Работа уже выполнена на площади Конева у торгового центра Глобус-Новоровского и на улице Московской. Сейчас монтаж оборудования идет в переходе у перекрестка улиц Воровского и Чапаева. Новые лампы появятся и в проходах переходов. Раньше их там никогда не было. Ну вот где точно лучше не ходить в темноте, так это по улице 4-й Пятилетки. На фоне новых многоэтажек микрорайона Чистые пруды. Там стоят дома, в которых уже никто не живет. И очень они притягивают местную детвору своей открытостью. Рядом находится школа и дети гуляют здесь постоянно. Двери и окна домов ничем не заколочены. В общем, заходи кто хочет. При этом стены и крыши заброшек разрушаются. И в любой момент может произойти ЧП. Родители очень переживают. Прогнать детей от таких колоритных и доступных мест сложно. Кажется ответственным за эти дома. Пора вспомнить последние трагические случаи в области. Но и про уголовную ответственность, конечно. В социальных сетях сегодня обсуждали видео, на котором рабочие пытаются забетонировать лес. Их поймали с поличным очевидцем. Мимо проезжающие люди сняли весь процесс на видео. Остатки бетонной смеси рабочие выгрузили в лесной зоне Юрьянского района. Рядом находится туристическая база. За несколько минут небольшой овраг оказался полностью залит содержимым бетономешалки. Так вредят лесной зоне у нас не в первый раз. В 2018 году в лесах области уже были обнаружены несколько засохших свалок бетона. Тогда вредителей установить так и не удалось. Ну а теперь, как говорится, рубрика «Вятские умельцы». Мужчина из «Вятских полян» создал скульптуру из дерева. Выпиливать фигуры из сухих деревьев – хобби Константина Лайко. В этот раз у него получился медведь. Его мужчина сделал с помощью бензопилы и стамески в лапах. У Мишки была лайка, а на голове шапка-ушанка. Своё творение мужчина покрыл лаком, чтобы защитить его от гниения. На создание скульптуры вятскополянскому мастеру ушло 7 дней. Вот таким был этот день. Добрых вам новостей. Мы увидимся в городе. Пока.